В управлении реальности есть правило. Возможно, оно звучит немного сложно, но попытаемся разобраться. Звучит оно так. Вы способны превратить отражение в образ, притворившись, будто имеете то, чего не имеете, или являетесь тем, кем не являетесь. Образ – это вы сами. Это образ ваших мыслей и действий. Отражение – это и вы сами, и все ваше окружение, то есть вы в реальности. Первый прямой процесс – какой посыл, такова и отдача. Что делаете, то и получаете. Кем на самом деле являетесь, то и имеете. Второй обратный процесс – какова игра, такова и реальность. Что имитируете, то и получаете. Кем притворяетесь, тем и становитесь. Прямой процесс – образ перетекает в отражение. Задание образа – это ваш посыл в реальность. Что послали, то в итоге и получили. Обратный процесс – отражение перетекает в образ. Задание отражения – это ваше притворство и имитация. Кем притворились, в того реально и превратились. У вас может возникнуть вопрос или сомнение. Неужели ваше притворство способно каким-то чудесным образом перейти в действительность? Не волнуйтесь, реальность пластична. У нее найдутся возможности и способы. Ведь она и многовариантное кино, и зеркало. Первое. Необходимые условия – игра на полном серьезе. Хороший актер, когда играет, превращается в своего персонажа. Буквально становится им. Потому что играет всерьез. Ваша задача – проделать обратный путь. Из персонажа, которым вы являетесь, но который вас не устраивает, надо стать актером, сыграть роль воображаемого персонажа и вжиться в эту роль так, чтобы превратиться в персонажа реального. То есть вы остаетесь собой, но меняете свои характеристики и качества. Это и есть обратный процесс превращения отражения в образ. Второе необходимое условие – игра систематическая. Зеркало реальности реагирует не мгновенно, а задержкой. Поэтому действовать нужно регулярно. Если вы взялись за игры с реальностью, нужно иметь терпение. Поначалу придется действовать вслепую, не надеясь на мгновенное изменение. Они неизбежно появятся, но лишь при условии, что реальность, наблюдая за вашей игрой, потеряет терпение первой. Итак, задавать отражение означает создать для реальности свою иллюзию. Хотите чем-то обладать – делайте вид, будто уже имеете. Хотите кем-то стать – видите себя так, будто уже являетесь. Подобно актерам, на полном серьезе, входите в состояние и живите в нем. Живите в мыслях, виртуально, а по возможности и в действиях – реально, пока сами не поверите в созданную иллюзию. Как только сами поверите, так и реальность поверит. И тогда случится чудо. А теперь алгоритм отражения. 1. Поймать себя. Я что-то хочу получить или кем-то стать. 2. Войти в присутствие. Просто хотеть бессмысленно. Надо задавать. 3. Притвориться и вести себя так, будто желаемое уже достигнуто. Как именно вам притворяться – это не важно. Решайте сами. Произвольно. Изобретайте. Чем больше вашего творчества, тем оно эффективнее. Конечно, притворяться нужно в разумных пределах, не теряя чувство реальности. А еще не забывать, что одной лишь игры с зеркалом и грядущим кадром недостаточно. Необходимо, кроме того, делать все, что от вас требуется для реализации цели в текущем кадре. То есть предпринимать конкретные действия, а не только мечтать на диване.